Тахтит, как бабка. Как клёво. Япония, оставь остатный корпус в провинции Киото, а оставшуюся армию на переправу поставь. В аки. Веди в аки остаток армии. И у тебя в итоге будет плюс. А, они успеют, наверное, раньше. Да. Плыви туда флотом, ставь паузу, не стесняйся, и ты не дашь переправиться. О, успели. В Хамару этого, в Харим уведи, или обратно в Киото, в Киото обратно уведи. Вот так вот всем миром спасают Японию от гор. Не, ну Японию нужно пережить, воену, скорее. Там, по идее, Луга, я смогу там с ней поведить. В Харим уведи, да. Скоро меня придет спасать, у меня тут уже бедствие. Будет. А ты посадь посмотрел? Немножко посмотрел. Так, вообще у Японии проблемка, потому что Корея это покруче будет. У Кореи больше боевой дух, и тебе нужно восполнять все дела. Найми наемников. Найми наемников. Там и так наемников. Я говорю, в соседних провинциях наемников. Найми и скидывай в них. Да, выиграешь, молодец. У меня денег. Деньги и то наживную. Твоя территория быстро справится с долгами. Преследуй корейскую армию. Преследуй корейскую армию. О! Желко. Просто иди за корейскую армию, у него нулевой БД, ты иду уже и живу не будешь. Только я не успею, Брон. А 3000 отправь на второй остров. Где 3000 отбей Тосу, а 12000 введи к Дейш-5 тысяч. А юль, те дворя, не захватывают власти, чего тебе их теперь? Кто-то захотелось быть республикой. Я нашел знаменитую цинскую дырку. Она уже не такая. Да, я сейчас сидел ликой дыркой. Низменность какая-то низменность. Когда если отдались камера, она похожа на дыру. Да, мы знаем. Я тоже не знаю. У меня нет наследника, меня это напрягает немного. А почему? Зависи с публикой. Ну что ж, поздравляю Японию с победой. А ты какую создал? Теократическую или олигархическую? Олигархическую. Теперь отделяя осадные корпуса в каждой провинции, оккупирую сразу все пробки. Потом идите вот отбывай. Говоришь, посмотрел ли я по сай? Посмотрел. Конечно, огорчает на этом этапе игры, что ты не можешь полностью свой потенциал развернуть. Австрия тут. Почему огорчает их при немало? Куда здесь Австрия? Ну мало ли. Таркоманы. Витя, а где я не могу полный потенциал? Ну, я про колонистов. А, это? Ну, тут идеи. Три колониста на старте. Это немного-много. Витя, а я вижу всю Италию. Я давно это все вижу. Я тоже. Это ты, а я раньше только к Швеции с Польшей видел. А я наоборот Польшу не вижу. 9000 видишь в килограмм. Я их не вижу. Так, это у тебя 20000 дохнет в Корее. Оставь там осадный корпус. Мне было до этого и до нее. 20000 там нормально. Они дохнут, потому что они стоят на осаде. А так лимит... А так лимит там 20. 23. Япония, ты красавец. Теперь эту провинцию Китая купируют. А не ты. Молодец. Блядь, ну заебись мне. Япония, осадный корпус они все равно. Япония, все, стой в этой провинции. Ничего не трогай, просто стой. Вышишь, просто стой в провинции. Лёва, вот если б ты не это самое, не давал неправильные подсказки? Я человеку, я человеку взял, поставил осадный корпус. Я оставил. У него 16000 там правильно стоят. Лимит снабжения в этой крепости 23. 26 даже. Все там вместе с Китаем хорошо стоят. Я ему больше ничего не подсказываю. У него сейчас Корея по стране купирует. Не, ну так-то ему уже подсказки не нужны. Он все уже. Победюн. Победюль. Сейчас корейский флот будет отхватывать. Воду было бы убежать в Сри. Сейчас наоборот люди из Сри хотят убегать. Да уж. А я занялся культурным геноцидом. Ясно. Что там? Евреев устремляется. Нет, канадцев. Кстати, Матвей, ты спрашивал насчет этих самых территорий владений. Ну, я так понимаю, карта там как бы разбита, да? То есть, если я выбираю любую провинцию, назначаю ее владением, то она в своем Ореоле назначает только владение. В чужом не может. То есть, там без разницы, с какой провинции начинать. Или все-таки разница есть. Вот этого я не понял. Но перераз в столице будет там играть ключевую роль. То есть, столица в центре должна быть твоей империи. Тогда будешь зарабатывать больше. Ага. То есть, столица вверху и столица внизу не вариант. Фу, твою мать! Ну почему? Почему все равно эсмоны решили напасть на госпиталиров ровно тогда, когда я это захотел? Потому что... Я уже армию подогнал, ёпт. О, они в Византии тоже осаждают. У меня слов нет. А ты хотел взять госпитальеров? Да. Я уже веду армию. Османской империи любой ценой. Да, да, я сейчас... А кто бы тебя защитил от осман? Если ты кидаешь гарантию сейчас, то... Моя харизма. ...то вступишь в текущей войне. Да, только доплыть нужно. Я ему кинул оскорбление. Оскорбление. Кто кому скинул оскорбление? Я кинул оскорбление османам. За что? Просто. Типа госпитальеры, не трожьте моих госпитальеров. Да не помню, госпитальеры. Византию не трогайте. Это мой... А, какую Византию? Нет, Византии. А, она на Кипре есть. Ты чего? Круто. Загнали бедную. Она есть. Где крестовый поход? Алло, папа, папа, где крестовый поход? Где? Ой, то есть, няну. Кто контролирует папа, что курил, а объявитель крестовый поход вас ману, что вы тупите? Да. Посиди видами. Она должна выше. А разве он не объявлен? Нет. По-моему, нет. Он же был объявлен. А кто сейчас на шоке сидит там, какой-то левый? Ну, видимо, он уже слетел. Луковец, подними скорость вторую, пожалуйста. Поверьте, объявите и кто-то никто не знает. Раэр, что ты тут делаешь? Я играю. Я знаю, что ты играешь. Дим, подними скорость. Поднял я. Гварантикус, помнишь о чем-то договаривались? По поводу войны? Крестовый поход давно объявлен, и он на османской империи висит. Ты сейчас готов к этому? Не паникуйте. Странно, что ребят нет. Я пока не могу, у меня тут чуть ли не гражданская война скоро будет. Давай. Крестовый походит. Что наши европейцы? Как жаба, верни перемирие. Московица и Европа. Нам страшно. Жаба, верни перемирие. Можешь в такие тряпки, а в Франция поставить там и откуда уходит 6к в горах? Нет, там мешает крепость. Понял, понял, ладно. Жаба, я серьезно, ты понимаешь, что эти 6к в горах ничего не отобрали, Франция? М? Франция, смотри, что у тебя крепости были включены, чтобы 6к в горах ничего не отобрали. Угу. Я у меня дипломатические отношения. Осман, Ваевит, из-за интеграции, госпитальеры. У меня вопрос, где виз-за интеграции. Ну, это не в рейтинге. А, понял. Сэн. Витя, это я. А, сейчас я могу объяснить, что это, Серега, почему ты слышишь другой звук. Объяснил мне. Акшен, перейдем. Ух ты, аж до пятер. Не переходится. Да, еще раз. Он перемещается с помощью админа. Да. А, ну и я... Ну, я ошибаюсь, потому что и говорил, что я вот как... А, тогда прошу, что мы ссори. Тогда админ за... Я всегда слышу. А еще, вот здесь. Да, да. Вы воевать хотите сейчас? Нет. Чего хотели? Я просто просил. Руслан проверяет свою ненависть, есть ли объект... Это, Ирак, можешь разрывать. Ага, гарантирую. Руслан помнит время, когда у него еще были ноги, руки и голова. Анулировал я гарантирую. Нет, у меня их тогда не было, сейчас есть. Если бы я тогда знал... Я не знал. Осман. Отъявляй и сразу выкидай ему миром сразу. Да, да, знаю, знаю, не учи ученого. Хотел бы я сейчас бы... Ты не видел, как вон у Лехи спроси, у Сани не свидетели, как я за Бургундию сделал непобедимые Индерланды. Да, видел, видел. Сейчас поберем. У меня было там пять провинций, пять провинций. А я знаю за счет... Вот, ты... Да, потому что я аутистно подал как фаул через перемирие. Не, 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 не. Потому что... Это... Что? Франции... Это, ударило в голову атаковать. Кого? А поляк вступился. Поэтому ты был жив. Шоки дай. Нет, погоди, в августе, в августе можно начать такую войну. В августе? Ты еще определись. Сейчас, погоди, я вот с родосом заключу, например. Вы доедаете Мамлюка? Мы его... Нет. Я из-за меня тут уже все продумал. Спасение Мамлюка от Эфиопии? Да. Он же у нас был под... У меня же луговец опять затянул сюда. Ох и дипломатия луговцовская. Да. Ну, а что? Демон вчера уговорил меня сесть на Японию. Да, Руслан, ты Европу изучаешь параллельно в своих партиях в одиночных? Ну, в последний я даже ее не запускал. Ну, хотя бы потому, что у меня дома не было. А, так, теперь Мамилюк. Блин, чешу их топает. Блин, за красавцы все-таки эти гипотехи бронщики. Ты сразу его забирай, да, и все. Да, там еще купируешь. Да, че вы, блин, знаю я все. Удал боли. Просто на всякий случай. А я боятся за тебя. Ну, как боятся родственнички за дедушку, который вдруг умрет и наследство еще завещание не сделал. Перс. Да. Черт, ты мне не сказал, что у тебя восстание. Так, я что-то сам пропустил. Я, да, красава. Не, серьезно, я сам не увидел. Витя, на Ирак. Черт. А, че он играл? Османский вассал 101 счет. Классно. Ну, за, за, я, ты возьми что-нибудь от него. Да, что? Нет, я имел в виду это. Это из-за того, что он просто охвати упровку. Прям, ну, посмотрел. Ну, тогда. Да, зря, лако. А, Витя здесь? Да, я тут. Что такое с Ираком не так? Ну, ты глянь опять, что я... Что я опять и отдумал в себе. Ну, я понял, что ты смысл из-за крутого плавка. А какую ты хочешь пробку у меня забрать? Нет, блядей, никакой захватки я не хочу тебя забирать. А знаешь, это ведь тут... Почему я это делаю? Ну, потому что твоего низкая легитимность. Да, да, да. Из-за этого он может проверять. Да, почему-то. Просто поторопейся ты из прокачки провинции, вот чего. И в чем косяк? Ну, то, что теперь это... Он тебя переварить не может за одну войну. Да, я тебе переварить не могу. Если сейчас кое-что проверим, если получится. Из-за этого поберите войну, захватит одну провинцию, только подаем, потом я тебя завассалю. Кирак, я надеюсь, ты шарван полностью заберешь? Да, да, конечно. Посядно. Это Дим, прикинь. Кто такой? Мамилюк перекачал провинции, и я теперь не могу его завассалить. У него больше ста? У него сто один. Обидно. Ну, тогда, значит, смотри на циферку, фок там в год приходит, и вот столько времени она и будет холониться. Знаете, что меня упрягает? То, что Османская империя развивается. Она уже Византии добила. Так, ладно. Ну что, ребят, будет вторая Османская? Ну, как бы мы проиграем, понимаешь? У нас не ход, для чего? Давай доход, у нас на суши есть достаточно границы с ними. Почему ты думаешь, а кто вторую Османскую хочет? Отвей. А что такое? А, да, подожди, давай посчитай. Нападаю на Мамилюка. Я обещал мне нападать на него. У меня у тебя бесплатно, да, с одной провинцией. И плюс у меня есть 44 тысячи рекордов. Окей. Папа, сколько у тебя сейчас? Давай. Ну, прямо в данный момент у меня 21 тысячи без осалок, ну, 31 с осалами. Ну, хорошо, смотри, с моими 40 это уже 60 тысяч плюс. Плюс фор, а сколько у тебя? У меня 15, ну, скоро будет 16. Так, хорошо, итогово 77 примерно, да, плюс фражка 30, итогово 107. Не, не, у меня нет ничего. Я даже не вступлюсь в те, что. В Франции нету? У меня 36. Я фражку ничего. У Франции 3, да, отличаю. В Венгрии вступится. Ребята... Да. Ладно, как-то мог кинуть в Московию. Кстати, да, все это время здесь сидел швед, который находится в их коалиции. Швед не сольет. Польша тут. Я тут. А что хотел? Ну, если мы будем воевать с османом, ты вообще никак не сможешь ничего. Но у меня перемирие, как бы, еще 8 лет. Понятно, ладно. А, слушай, Паса, ты не можешь простить у Паса, он сможешь там помочь? Он, я бы сказал, мне будет помогать. Не будет? Ладно, я спрошу сейчас у Бурги. Если Бурга против войны с османом, то я пойду... У него тут предверье. Ну, так я могу ее призвать. У меня нет перемирия. Что говорит Эфио по Пасе? Вот к ним зайдите, спросите. Пусть попадать. Если нет, я поговорю, если нет, то я пойду предверьте тех, кто откажется воевать с османом. Только по России не... Пусть предверьте. В Бургунде перемирие еще 10 лет. Восемь, да. Я говорю, нужно находить через золотую арбюр. Золотую арбюр ни у кого нет перемирия. Так вот все толковые на воде есть вместе с Польшей. Правильно? Ну, мы восстанавливаемся. Вам сколько еще времени надо? Вы вообще не сможете прийти или когда-нибудь сможете? Ну, у меня дохрена займов, рекрутов тоже мало. Хорошо, сколько у тебя займов? У меня сейчас на 500 монет, короче, займов. Ну, я бы мог тебе там монет 200, в принципе, кинуть, если ты придешь. Ну, я даже не знаю, а без нас вы прям совсем не справитесь. Ну, вот мы сейчас как раз считаем, кто придет, кто нет. Ну, в принципе, у нас, ну, столько точно будет, даже без вас. Больше, я не знаю, в принципе, да, с Манселё, но его ослабили достаточно эти войны. Я сейчас поговорю с Эфиопией. Ну, не знаю. Не очень хотелось бы, скажем так. Понятно. Ну, в принципе, можно, но хотелось бы не очень. Как это было-то? Ну, наш старик. Англия переваривает захват Любика? Да там без проблем, в принципе. Там просто я хотел взять Любик и Гамбург, но там была слишком большая рекрессивка. Поэтому Гамбург достался мне. Ха-ха-ха. Тоже неплохо. Поможет расплатиться с долгами. А, да, предлагал вот кое-что. Ну, ну, кажется, я уже знаю, что это, да? Удивить тебя или не надо? Да, я сам удивился. Ну, чё, он хотел на меня напасть? А чё ты делаешь? Да, хотел. Ну, петух шраный. Уже удивить как-то не получилось. Я понимаю, что они не хотят пока спиливать. Вторую, вторую. Нет, в этой трассе он действительно поможет. Неужели? После того, что было? В этот раз он, я отвечаю, что он придёт. Если он не придёт, то я возьму просто, не знаю, 10 тысяч займов и на всех наёмниках распилю его просто как ёжика. Это вы о ком сейчас? Осман? Понимаете, ребят, Осман? Осману выгодно, чтобы мы дрались между собой. Ну как, точнее, не мы, а Западный держал. В Москве я сейчас-то сидю как наблюдатель, на самом деле, просто обсервит все остальные страны. Не знаю, зачем я вообще играю. Потому что у меня... ...развитие просто ноль. В принципе, Осман может привести сейчас против нас и Ирак, и Золотую Орду, и много-много кого, в принципе. И даже с тем, что нам поможет Венгрия, у которой всего 14... В Ираке претенденты захватили столицу. Ого. Ну, рискованно, рискованно, я не знаю, в общем. Зато Эфиопия. У меня 40 армия из 43... Ребят, всё зависит от того, что скажут Персия и Эфиопия. Вы с ними поговорили? Я поговорил, и Эфиопия говорит, что, типа, я приду, если я буду видеть, что вы тащите. Если он будет видеть, что нас много, и мы тащим, то он придёт. То есть, довольно... Он не тащит. Вопрос. Ну, вот и я о том же. Есть варианты разбить пока Бургу. Смысл какой? Это смысл, ну, серьёзно. Смотри, ты сейчас начнёшь воевать с Бургой. У Бурги... Колица. ...каз, есть честь. Да, больно. Плюс костилья. Если так, если честно, то я не доверяю долго ни Бурги, ни Осману. Но, конечно, Костя, Костя, Костя и Арагон. Напади на... не знаю... на Венгрию. Зачем? Напади на Венгрию, там Техносфорнин вступится, и Швеция. Если Швеция может не вступиться, кстати. Тогда будет война только под Венгрией и Техносфорнин. У меня съели бы в союз, поэтому у меня перемирия будет сейчас нет. Почему я не имею в год на счёт боевики воли же? Богемия нам ещё нужна, если у нас будет война, всё-таки с кастой. Меня прошу, что насчёт... ну как, сколько бывает этого? Благочестие, как не удавалось. Но Франция, посмотри, Богемия придёт против Бургии воевать. Сейчас. Нет, не придёт. Зачем, блин? Ну, это так, так глупо. Сейчас Австралид ведёт свои войска сразу, наверное, нападет осман и завоюет по Венгрию Балкан. Просто, как говорят, кто ещё хочет стать против Бургии? Блён, швей, господи, пиши в чат, пожалуйста, тебе непонятно. Я не ссорю, всё-таки. Очень плохо, микрофон. Я говорю, кто хочет стать против Бургии? Блён, чёрт! Кто хочет стать против Бургии? Кто хочет стать против Бургии? Я хочу. О, началось. Зачит, как шутка. Ого, что я? Антизм. Кстати, плачет, какие бонусы. На море лигии там стоимость технологии битвы здесь и до 3 потяжёлых судов плюс 5. Эх, католичество, конец, да. Да, пролит. Попс, кого мы всегда мыс. С одной стороны, сунизм, с другим качеством пользы. Сколько можно, что-то арда, что-то арда выстрелить. Попуталку, да. Попуталку, да. Попуталка, где-то 25 тысяч, по 25 тысяч, по 25 тысяч, по 25 тысяч, по 25 тысяч, плюс вассалы, у неё ещё дадут 30. Попуталка, блядь. Попуталка, блядь. Просто я тебе говорю, там у них и полоск, и все готовы, ну, типа, восстать же. Попуталка, блядь. Попуталка, блядь. Там ещё, ну, она будет ещё пойдёт снова. Попуталка, блядь. Попуталка, блядь. Попуталка, блядь. У-у-у. Это очень странно для Австрии, но у меня есть деньги, у меня есть рекруты, я хочу кого-то распилить. Волоск присоединился к корде. Да, я видел. Пёрт. Оу. Дизайн. Ещё чужи дай будь. а поддирать рязань уже можно получить я нет я должен я думаю если если кто хочет я могу повоевать за второй я поддерживаю пока что их то было не восстали я не хочу что за так достава огромный еще и для меня сверст когда все станет я принцел в принципе вообще не нужны большие страны имеют все проблемы кто у нас боится больших стран я флоренция все это было не решать ее мне надо с кем то повоевать срочно больше толку улья 2 да я нечаянно честно тыкнул значит подумал стать не стать нечаянно нажал ну ладно еще один мне нужно золото где есть золото православие такими темпами скоро вообще исчезнет кроме того в большинстве реформаторства католичество останется только у пары стран в европе но почему если рязань поднимет восстание то москва попробует ее съесть уйдет попробую в сибирь и будет там жить 8 6 а теперь нибудь оптимистом подумай победит ли она действительно восстание м апречка москович и он начинается война из-за чего ничего не теряло золотая рта таково на меня подходит в москове так если не представляешь как я это поражите 3 месяца я приду ну типа уже поздно продержится нет не продержится я говорю да просто 2 3 декабря от уже отчаянку золотар дату в путь в московье одна на один на один будет драться ну да так я приду сейчас автор в основном и на рамках церкви тевтонский орган но тогда пришли отца если придет швеция продукты его члены среди и русского области но тогда придет осман и тут начинается короче проще всего это мне сразу кинуть войну в осману тогда хотя бы еще 15к в Венгрии придут может быть я не знаю честно папа как скоро ты закроешь восьмой отметке никогда не закрою пока я не апну тут девятая знаешь что он ничего не апну не я даже когда апнешь не закрою почему больше ты вступишься но это не нет ну ладно у меня как бы и почему ты его не закроешь так это конечно жители называют красава блин у нас нормально сказать чувак товар да не нужно мне показать ну закрой попал больше а сколько ты денег должна примерно нет москва ассоциатива мне нужно время на восстановление армии да какая разница может сейчас войну вступить а потом двигать армию а если сейчас осман вступит за золотую орду и сразу на меня а я думаю уже без разницы тогда будет потому что меня все равно сейчас рта вынесет мгновенно я могу тебе отправлять денежки а мне без разницы мне полторы тысячи займов я их тупо не выключу ну че шарм шарм буду помогать хоть как да это еще не смертельно для меня смертельно сейчас я на сто счета отдам новгород а все территории до Архангельска в общем я думаю после этого будем заканчивать уже перепыхаться ну давай это жабка ну да я уже это тоже понял все как раз я взял 15 дисциплины надзирают за вами ох как ты кричишь нет ни мне а мама это мамилюку я сказал я не могла нет и смотри а ты сделать через возвращение национальных провинций там нажимаешь на провинцию где крестик обернуть провинцию ты вот через это сделай не смейте не смей у меня не нужен пошел вам а услышишь кто молодец ну блин гребаная мама ну тебя тут только не хватает для помощи в день а а а к нему а сам м м м м м м м а м м м м не думаю м все равно что бы воевать а у нас много тысяч у меня поле 12 м 8 это два валахи а 24 валахи уже это за за улыбкой же будет ходить тебе 25 на чё 25 у него просто говорю то что у меня 50000 и у моих вассала 25 и того я 75000 имею я короче и ну и плюс у меня дисциплина теперь 115 я просто батя да вообще ухты у меня уже предел войск повысился оппал обозначили вали продать 58 шляпа где мы не видел посмотреть пределу войск у кого нет но это в тот момент не вынимаешь и красавчик и предыдущие члены стареев что я могу признать папскую область папскую область ты готовы воевать это если кто собрался еще идти то идите скорее